И в завершении выпуска в Люберецком дворце культуры открылась выставка фотографа Александра Орешина. Она посвящена сказкам Александра Пушкина. А героями снимков стали известные в городском округе люди. Три царицы сидят под окном, старик ловит золотую рыбку, царевна-лебедь протягивает руки к небу. Все это образы пушкинских сказок, страницы фотокалендаря, которую создал фотограф Александр Орешин. Выставляться в Люберцах автор решил не случайно. Ведь и на фото по мотивам Пушкина, и на других работах в экспозиции запечатлены люберчане. Четыре года я здесь работал, создал страницу в фейсбуке «Люберцы и люберчане», которая и стала основой вот этой выставки. Героями фотографии стали сотрудники Люберецкой администрации, руководители городских структур, депутаты, известные люди города, друзья и коллеги фотографа. Многие из них пришли на открытие выставки. Вот он не использует фотошоп. Это последние магинг-хаги, наверное, такие. Впервые Александр Орешин взял в руки фотоаппарат еще в армии. С тех пор не расставался с ним. За годы работы фотографировал и первых лиц государства, и звезд эстрады. Попробовал себя во многих жанрах. Сколько бы мы с ним ни делали фотосессий разных, разных по характеру, по месту съемок. У нас с ним есть целый цикл, который называется «Времена года». Мы сфотографировались зимой, летом, осенью и весной. И это всегда разное настроение, всегда разный какой-то антураж, всегда разное состояние души. Он, с одной стороны, очень такой тонкий лирик. Он умеет снимать природу и людей, как-то показывать их характер, внутреннее состояние. И при этом еще он большой юморист. Он умеет снять человека так, что это выходит смешно. И это, не знаю, простой человек, вроде меня или президент страны Владимир Владимирович Путин. Интересно, что сам автор выставки себя фотохудожником не считает. В первую очередь я репортер, документалист, говорит он. Моя работа – передавать и сохранять информацию, служить времени, обществу, государству, быть в центре знаковых событий. Самое главное в кадре, соответственно, смысл того, что ты снимаешь. Чтобы моя всегда была задача, и в принципе я вот к этому себя приучил, что в одном кадре, чтобы у тебя было максимум информации об этом событии. Продлится фотовыставка Александра Орешина до конца октября. А в ближайших планах автора – создание еще одного цикла работ, еще одного фотокалендаря. И, возможно, его моделями снова станут люберчане. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ.